Я, как коммунисту, в 70-х Новый год, больше всего на свете нравится петь хобби. Давайте... Опять игра. Хоть бы хлебушка достала. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, готовы, что не поют. Повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, Мы с тобой, родня, давно, вот какая штука. Письмецов в конверте, погоди, не рыви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецов в конверте, погоди, не рыви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не, ребята, мой любят я вам не дам. Ваше благородие, госпожа чужебина, Жарко обнимала ты, да только не любила. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. И самый главный куплек. Ты же знаешь, мы бзды не берем. Нам за державу обе. Ваше благородие, госпожа обеда, Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, Хлопаем, не везет мне в смерти, а везет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, Хлопаем, не везет мне в смерти, а везет в любви. Будем петь песню, написанную мною, в далеком туману, в 99-м году, посвященную Юрию Висбору. Девчонки, для вас все специально сейчас. Есть такое место, Отец Сколы, есть там гора Чедет, на котором есть кафе Ай, рядом с ним приют. И в этом приюте я Висбор неоднократно ночевал. И песня, которую я сейчас пою, это посвящение, я его считаю своим отцом. Человек, который не выпендривался, не делал у себя диссиденты, не орал, не визжал, а просто жил красиво в настоящей полноценной мужской жизни. Вот то, что называется наш советский Супермен Юрий Иосифович Висбор, который все делал здорово. И пел, и играл, и женщин любил, и работал на ключе, 240 знаков в минуту. И вообще был нормальный мужик. Песня. Завтрак, светлый брус. Там приют и круглая кафе, с одной стороны, когда накрывают, светлый брус. Это завтрак, светлый брус, завтрак, с другой стороны, завтрак с видом бруса. Мы ночевали на приюте, среди снегов, ветров и скал. В непритязательном уюте, где звезды около виска. Где дверь красива, мелодична, поет приветствия, слова. Где Юрий Иосифович лично когда-то тоже ночевал. Мы много пили, много пели, забыв про грусть и рост и цель. И вместе над землей летели в кафе хрустального кальция. И под заснеженным карнизом рождались нужные слова. И Юрий Иосифович, виду, нам с неба тихо подпевал. Больше некуда, дружок, торопиться. Жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила. Не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чину. От боли вслух не гласи. От плетки так же, как от водки. Пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки. Хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться. Жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, Мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, И завтрак с видом ныль брус, И нам лила Шевченко света. Зеленый терпкий, чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу, И вновь февраль был во дворе. И Юрий Юсифович визбок Намулыбался из дверей. Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается марта, Скоро нам ехать домой. Больше нехуду, дружок, торопиться, Жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, Мы с тобой, брат, на небе уже. На небе уже. На небе уже. Вот так. Премьера песни. Но мы знаем, дорогие друзья, что основой блага боеспособности российских и советских вооруженных сил являются наши женщины. И те, которые жены, и не жены, Потому что, сами понимаете, Не жены даже лучше. А вот что, он ходит, ходит, так посмотрит, И у него сразу боеспособность повышается. Моя любовь, как писаная торба, Отопорчится коленками назад, И за спиной торчит на вроде горба, Которой снять, друзья, у меня нельзя. Она меня подпихивает к стенке, И тяжело на ухо мне сопит. Она меня хватает за коленки, Как бультерьер, сорвавшийся с цепи. Она стремится взять и все, и сразу Имущество, судок и дела, И наезжает рожжеленным мазом, В котором тормозуха утепла. И я бреду в пространствах ядовитых, И промочу куплеты про судьбу. В кармане пусто, И лицо разбито, И след ее протектора На лбу. Сразу врубайтесь, песня тихая такая. Офицерская жена. Как сладко целовались мы У той казармы в скверике, Как пил из твоей туфельки На свадьбе я вино, Как круто выпускались мы На ужас всей Америки, И жизнь семьи военного Слагали домино. И жизнь семьи военного Слагали домино. В военной биографии Летели дни и месяцы, Где переезды звания Стремились обогнать. Рожала и готовила Ты в промежутках весела, И загоралась радостью. Я дома, здравствуй, мать! О боевой готовности Задачи не пирожные, А постоянно радостный Родной личный состав. Но тихим женским шепотом Военной службы сложности Распутывала милому, Как внутренний устав. А праздники военные, Число их не сосчитано, От должности и звания, Которым нет числа, Где после тостов радостных Домой вела защитника. А иногда бывало, И на себе несла, И над долетими полярными снегами, И хлопаем, И над столичной бестолковой суетой. Спасибо нашей дорогой, Любимой маме, Спасибо жолушке, Супруде золотой. Спасибо нашей дорогой, Любимой маме, Спасибо жолушке, Супруде золотой. А сколько было пробито, А сколько было пробито, А сколько было выбито По праздникам вина, Но для меня понятие, Что называют Родина. Смещает светлый образ офицерская жена Стирала и готовила, и штопала, и красила Решала безнадежные служебные дела И жизнь мою суровую раскрашивала ласкою А главное, товарищи, ждала меня, ждала А главное, товарищи, ждала меня, ждала И над далекими полярными снегами И над столичной бестолковой суетой Спасибо нашей дорогой, любимой маме Спасибо желудке, супруге золотой Спасибо нашей дорогой, любимой маме Спасибо желудке, супруге золотой Вот песня про женщин и жён. Я заменил одну песню, которую посвящаю своей жене, замечательной Екатерине Львовне, которая сейчас борется с тремя детьми и одним котом. Они её побеждают. Я захожу в ванну, а Екатерина Львовна обладает другим сопразительностью, но, знаете, наши женщины, они нас умнеют. Я иду сейчас две женщины. Она говорит, слушай, чем ты мужу свою кожу пишешь? Какой он у тебя хороший и красивый? Она говорит, не знаю, что сами едим, то и ему даем. Мужик жалуется. Слышь, говорит, Вова, не могу, не могу уже. А что случилось? Тёща приехала, полгода уже. Ну и что? Так я и боюсь сказать, что я с её дочкой уже два года назад как развелся. В каждой шоке есть дворой шоке. Да, жена моя потрясающая Екатерина Львовна заболела тяжело, и вот никуда мы не поехали. Слава Богу. Нормально отметим день рождения. 173-го господина. Нарисуй мне себя по кусочкам, целиком мне себя. Нарисуй каждой линии, каждую строчку и желания моим отрисуй. Полюбуйся на берег туманный, На густой неподвижный закат И горячей, бесстыжей желанной Распустись в моих сильных руках. Нарисуй себя сильной и смелой Только этой, а не другой. Нарисуй свою душу и тело Ослепительною и ногой. Чтобы кровь застучала под рёбра, Чтобы кровь застучала виски. Нарисуй свои плечи и бёдра И ресницы свои, и мыски. Чтоб пылала под кистью бумага, Чтоб горела по ночь наём глаз, Чтоб твоя венциносная влага Ароматом сводила с ума. Чтоб лето пылало в камине, Чтоб скрипела под шагом зима. Мы когда-нибудь жизнь перекинем И себя доведем до ума. Станем тихи, чинны и надменны, Чувства сможем держать на весу. Нарисуй, а покуда наполнены вены, Нарисуй мне себя, нарисуй. Нарисуй, нарисуй, нарисуй мне себя, Нарисуй, нарисуй мне себя, нарисуй. Нарисуй, нарисуй... Нарисуй, нарисуй Хлопаем! Куда-куда? Куда-куда самых весел? Поехали! Е-е-е-е! Когда лейтенатами мы были С собой у нас, заряя жизни, брак И вечно были в чем-то виноваты И вечно что-то делали не так И путали все полоса и фазы И засыпали на ходу лько И нарушали все уставы сразу И отдавали честный твой руку Быстрее! Когда-то лейтенатами мы были И все вокруг дарали прикурить И сейчас мы чуть-чуть шевелиться любили И пили все, что льется и горит И спали там, где туловище хочет И ели все, что можно разжевать Мы были лейтенатом днем и ночью И нас теперь ничем не испугать Я все умею, все могу Е-е-е-е! Как жука, ты на панион И я постоянно убегу И в лесу нам любой махар Е-е-е! И мне любовь и друг судьбы Лишь возник подошли чуть-чуть Пусть я потом, не может быть Я лейтенатом быть хочу А нынче министерство обороны Нас обнесло ужасно высоко Нам выдала полковничьи погоны Далее белоканадовый полком Но я скажу, не сильно приукрашу Хлопаем! Средь прочего земного естества Что в лейтенатах этих самых дальших Нет круче во вселенных существ Я все умею, все могу Я жук, разы, напалион И я постоянно убегу И в лесу нам любой поток Е-е-е! И мне любовь и друг судьбы Лишь возник подошли чуть-чуть Пусть я потом, не может быть Я лейтенатом быть Я лейтенатом быть Я лейтенатом быть А песня Стартура Я лейтенатом быть Я лейтенатом быть Ой, мама дорогая Ну что, дорогие друзья Мы подчиняемся иконе Держать пока из глаз не брызнет То равновесие на склоне То равновесие на жизни Пусть отражает небо лужи А ты готов по счету три Таким же быть, как все снаружи И ненормально И смотри Я же сейчас пушистая песня Сеха Давай полетим Это небо сегодня Господь приготовил для нас Взбив своими руками подушку вершинных снегов И земля под названием Северный этот Кавказ Объяснит нам всю суть без пустых человеческих слов Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Праворукая тачка раздолбового бытия Там, где лево и право не сразу сумеешь найти И забытая прошлая слава потухший маяк Мне желает бессильна удачи на этом пути Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг никогда не тает До него твоей тосте слишком высоко А давай с тобою, друг, просто полетаем Прислонившись к глазу небес жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь, старик этот веруй единственный раз Как запела, зажглась, заиграла под солнцем душа И обрывки серебряных этих единственных фраз Наконец перестали тебе своим светом мешать Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг никогда не тает До него твоей тосте слишком высоко А давай с тобою, друг, просто полетаем Прислонившись к глазу небес Прислонившись к глазу небес Жесткою щекой Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Вчера я ездил в Боровой, вчера мы праздновали 20-й февраля, часть моей жизни очень серьезная, происходит в горах, где есть те же самые люди, кстати говоря, вот, Серега, Дима, вы, наверное, не зря, знаешь, вот так подружились, потому что вы в горах скакали, мы в горах скачем, горные люди, они все примерно одинаково устроены, сдвинутые на всю голову. Потому что нормальному человеку невозможно объяснить, зачем мне нужно за свои деньги подниматься на высоту, где летают самолеты, потом пытаться себе сломать позвоночник, портить дорогие лыжи, звонить по телефону и рассказывать, что я сейчас упал, как меня разобрало, о, как здорово, блин, рука до сих пор не шевелится, уже неделя прошла, и лыжи в трех местах было, о, здорово, классно. Найти надо. Найти надо. Солочная. Вот, и... А 6 апреля позапрошлого года ушел из жизни наш общий друг Коля Селезнев, который был очень приятный человек, который жил в горах тоже, ну, на него упала лавина, он сам заехал, туда где лавина живут. Вот, и... Ну, мы с вами уже говорили на эту тему. Вот, в прошлом году у меня была такая вещь удивительная. Человек у меня на день рождения делал день рождения, другу, отсутствие его друга, 80 лет. У него ушел из жизни, человек прямо на день рождения упал, и все. И мы ему потом позавидовали все, потому что... Ну, нам приходилось хоронить своих друзей, хоронить своих знакомых, и все это, вы сами знаете, как происходит. А если бы он упал в Москве на трамвайной остановке, быстро, весело, и не зря... Вот, шведы, например, норвежцы, вот, армия Карла, которая воевала с Петром Первым, почему они всех побеждали? У них считалось почетным умереть в атаке, в атаке с ружьем в руках, получить пулю в лоб и сразу влететь в рай. Вот, и они презирали врага, поэтому 4 тысячи шведов пошли в атаку на 25 тысяч русских в финале полкарского сражения, имея всего 4 пушки. Вот, то есть их просто перебили палками, но тем не менее. И ушел человек, и вот, еще один человек тоже, который я знал, полковник был. И сейчас ты вот уточни, пожалуйста, как человек такой, почему вы его позавидовали? Почему? Я ему, если честно, если кольки селезнем, не завидую. А, вот этому дяте, 80-летему, который танцевал с красивой дивой, короткой дивой. На виду, у людей, он упал, мы его пытались откачать отгласовестно. Я делаю ему дыхание в рот в рот, а потом месяц чувствовал запах его рта в рту. Сказал, позовите девушку, а если она не придет, тогда я умру. Нет, потом его девушка, которая с ним была, ему было 80 лет, а девушке было 65. Девушка признала, что последние полгода он принимает, принял в рот. И вот, знаете, раз и все. Мужики, не грейте баны. Вот, да. И, ну, еще одна история, 6 апреля 2004 года, мы договорились со спасателем в Терсколе пойти в баню. Приятные два человека. Вот, и пришли в баню, ждали спасателей, они через два часа пришли, очень такие уставшие, сердитые. В Терсколе, да. В Рахату. В Рахату прошли. Вот, пришли, значит, они пришли и сказали, что сегодня днем на скалах Столхова разбился австриец, которому было 44 года. Он пошел, там был бутылочный лед, никакого снега, он просто пошел наверх в дюралевых кошках, оборвался и пролетел 300 метров и до свидания. Я на следующий день его снимал. И вот, ровно через год, 6 апреля 2005 года, лежал в своей кровати. Инструктор, который этого австрица водил, летчик, капитан запаса ВВС СССР, Муторкин, который летал на самолетах Ми-25, и катапультировался на скорости 3 Маха с высоты 20 км, и остался живой. Получил компрессионный перелом позвоночника, но остался живой. Потом он уволился, стал работать инструктором. Он не пил, не купил, он даже не скорлословил. Он лежал в кровати и ушел из жизни. Мы все решили, что вот этот австрийец его ровно через год забрал к себе туда. Его душа стремилась в горы, и там осталась навсегда. Пробивший в космос коридоры за все прошедшие года, Его душа в ледник улетела потоком белого огня. И навсегда образилась с телом, и нас осталось сохраняя. Победа или пораженье Пусть каждый для себя решит. Один живет души движением, Другой спокойствием души. Мы сами многое не стоим, Коль на равнине места нет. И только космос успокоит И лишь движение в секрет. И следы его кошек уходят легко На стекле голубом ледника, И текут на него нересом и рукой. Облака, 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 облака. Он перешел сквозь все границы, Он бытия сломал храму. Он будет там теперь селиться, Где место только лишь ему. Он будет, продолжая вечно, Писать дорог в своих строках. И улыбаться людям встречным, И вверх идти по леднику. И следы его кошек уходят легко На стекле голубом ледника, И текут под его невесомой рукой. Облака, 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 облака. Облака, 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 облака. И сразу песня про танк. Танк проезжал в болоте 60 лет. В 1942 году танк 3.476, производство Савенградского тракторного завода. Ехал он из Москвы на фронт в составе бригады. Ну и съехал в болото, утонул. Экипаж успел выскочить. И танк проезжал 60 лет на Баку. Его вытащили, выкребли. И мне посчастливилось его посидеть после того, как его выкребли, но еще не покрасили. И вот я сел на него, братцы. Такая вот тесная башня, накатник вот такой. Чтобы боку можно сидеть. Сидушка вот такая в дозе, которая сохранилась. Желтого цвета. Триплексы с пузырями. Ничего не видно. Самый потрясающий был запах. Запах солятки. Я говорю, директор, вы что ее спрашивали, что ли? Мне говорит, что это солятка 1942 года. И меня как прорубило. Детей нет, да? Я спою сейчас песню, посвященную танку. Там одно слово есть, извиняйте. Но без этого слова все совершенно по-другому. Песня то же самое. Понимаете? Жизнь и смерть. На самом деле есть какое-то существование, наверное. Вот продолжается это все. Это все идет куда-то дальше. Вот звездочка у меня здесь, да? Это город Зубцов. Там каждый год люди поднимают по полторы тысячи человек, у которых всего удается найти фамилии 10-15. Вот откопали санитарное захоронение офицеров, офицерский госпиталь. 25 человек лежали. Вот лежал человек, у него здесь была фуражка и вот эта звездочка оттуда. А в жетоне ничего не было. Ничего не было в жетоне. У них была плохая примета, жетоны заполнены. И вот этот танк, да, вот 60 лет он проезжал в болоте, его вытащили, выкрепли и его почистили, заменили двигатель. Он сейчас ездит. Танк из болота называется «Песня». Я дико извиняюсь, там это слово будет нехорошее. Но вы все поймете. Меня подцепили за оба крюка, Расклеила в Вите трясина, И я увидал над собой облака, И ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака, И ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, Как будто вчера заводили. И снова услышал я, Ёб твою мать, И понял, что мы победили. И понял, да жить мне еще предстоит, Пускай не герой победитель. Пробитые немцами братья мои, Простите меня и поймите, Простите, не смог показать мастерство Красивой военной работы Из всей бригады. Но лишь одного Меня сохранило болото, Не сжег меня пушки Немецкий расчет. И тигр меня не искалечил, Меня не раз половил Товарищ Хрущев В огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой Сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой Моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны В крови из солярочной парели. Почувствуйте кожей дыхание войны, На чём наши деды горели. Я брошенный в землю военный посев, Я памятник сгибу в широте. И мирная техника прёт по шоссе, Поскольку я был в том болоте, Я с пушкой торчащую наискосок Для вас непонятен и страшен. С соляркой убавлющей, Правда по сроку, Истории Родины нашей, Что я усилел. Экипаж виноват, Да наша смешная природа. Я танк, я погибший советский солдат Второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат Второго военного года. Я тет твой убитый воскресший солдат Второго военного года. Ну и Серега Мельников, конечно, наш потрясающий друг, Который с нами всегда. Мы проводим фестиваль в этом году с 22 по 29 марта, В Премьер-Брусе состоится очередной фестиваль. А так в конце августа мы всегда с Жуковскому Последние три года проводим ежегодный фестиваль. Полет продолжается в памяти Сергея Николаевича Мельникова И всех-всех-всех летчиков-воспытателей, которые работают на самом деле. Настоящие звезды, настоящая наша слава. Потрясающий человек, совершенно удивительный, настоящий мужик, Который все делал отлично. Фотографировал, любил свою семью и всех остальных наших друзей. Который катался на... у него было хобби BMW бедного цвета. Писайте, на скорости 220 км в час по ленинградскому шоссе в два часа ночи. Его там тормозят гаишники с палками. Он там останавливается 250 метров, потом разворачивается, подъезжает к гаишникам. Выясняется, что это герои Российской Федерации. Гаишники извиняются. Говорят, ну чё ж вы... Он говорит, ну ребят, я... У меня посадочная скорость 280 км в час. Я отстаю, да? Да, вот, да. И вот Серёга Мельников, тоже его Господь перебрал. Ну и вот песня такая. Он летал на палубных самолётах. Весит палубный самолёт около 40 тонн, Су-33. Вот, посадочная скорость у него 240 км в час. Представляете, вот эти 38 тонн нужно... Длина палубы 120 метров, участок посадочный 40 метров. Нужно зацепить как крючком третий трос. Он однажды посадил самолёт, когда три троса и четырёх порвались. Вот. То есть, выполнил около 500 посадок. Летал на перехват и израильтян, там, американцев, француз. Ну все-таки, вот корабли плавали наши, они взлетали. И тут на них сразу начинали отрабатывать ущербные задачи, чтобы принести удар по русскому авианосскому кораблю. Вот они вылетали на перехват и там всё делали, всё что надо. И потрясающая фотка у него, он сидит, он посадил самолёт, ему кромушку дали, он на гармошке, значит, сыграл пьеску. После этого её вытащили там и стали его там качать. Своей короткой дорогой, толкнув в железный пароход, взлетает Мельников Серёга. И самолёт его сухой, повыше вверх, поближе к краю, где кроме неба никого. И солнце близко не играет, на мокром блисте его. А я окно почти потрогав и отыскавший нужный тон, выводит на небо Серёга Сухого 38 тонн. И он пронзит любые дали и разрешит любой вопрос. И долетит он и завалит, вернётся и поймает трос. Желанно очень для любой серьёзной нации, что по земле шагает собственной дорогой. Иметь немного корабельной авиации и мужиков таких, как Мельников Серёга. Иметь немного корабельной авиации и мужиков таких, как Мельников Серёга. И наблюдая за разбегом, все останавливают речь и поднимают взгляды в небо. И расправляют крылья плеч, и чувства старые накроют, покуда он летит легко. Что мы с тобой страна героев, а не приют для дураков. Летит прекрасной синей птицей, что всех сильнее и умней, Которой можем мы гордиться в любой заморской стороне. Над нашей жизнью безнадёгой, над суетой и чепухой. Слетает Мельников Серёга и самолёт его сухой. Желательно очень для любой серьёзной нации, Что по земле шагает собственной дорогой. Иметь немного корабельной авиации и мужиков таких, как Мельников Серёга. Иметь немного корабельной авиации и мужиков таких, как Мельников Серёга. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ну, а что, брат? Ну, ты говори, говори. Да ты не спрашивай, ты говори. Да, здесь казанский тематический. Просто я хочу это вспомнить. Очень хорошая песня. Очень хорошая песня. Сейчас я её с собой взял. Не забывай. Мне, брат, на сцену не надо. Не надо, я сам возьму. У меня сегодня концерт. Давай тебе сделаем концерт. Будешь на сцене стоять весь день. Знаешь, какая фигня. А то колени болят. Юрий Терсанов написал эту песню. Снится часто мне, мой дом родной. Лес о чём-то, о своём мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Сколько жить осталось, мне считает. Ты прижался ласково к цветку. Ты прижался ласково к цветку. Степелёк богульника примятый. И звучит ленивая кукушка за рекой. И звучит ленивая кукушка за рекой. Вся в рябине тихая пушка. Восемьдесят, девяносто, сто. Что ты так расщедрилась, кукушка? Я тоскую по родной стране. По её рассветам и закатам. На афганской выжженной земле. Спят тревожно русские солдаты. Они тратят силы, не скупясь. Им знакомы холод и усталость. Ни свои не копят про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Ни свои не копят про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Так что ты, кукушка, погоди. Мне дарить чужую толю чью-то. У солдата вечность впереди. Ты её со старостью не путай. Снится небо, мой дом родной. Зелая кукушка за рекой. Это всё, что ты, кукушка. И я беру тебя. И ты, кукушка. И ты, кукушку. И ты, кукушка, на уходе. Концерт подходит к концу. Несколько песен, которые мне самому очень нравятся. Артиллеристы Сталин дал приказ Это моя любимая песня Мне очень нравится У нас есть программа Антология военной песни России Я хочу сразу сказать 15 марта Здесь состоится следующий концерт Нашей программы Батальонная разведка Который будет проводить Игорь Николаевич Мороз Мы вам очень рекомендуем Потому что это настоящий Во-первых человек Во-вторых это настоящий поэт Есть люди которые пишут Которые пишут рифмованные строчки А есть поэты Люди которые создают свое пространство Города, села Военные какие-то ландшафты Кукушка и так далее И которые нас туда запускают Надо просто читать их стихи И ты будешь по этим городам путешествовать По этим мирам, по этим пространствам Вот этот поэт Игорь Мороз К сожалению плохо себя чувствует Нормально себя чувствует Да? Да У него Короче 15-го марта Значит кто не придет Тон Геркоров Тон Геркоров Да А я хочу сейчас еще одну песню вспомнить Настоящую Настоящую песню Которую я очень люблю На самом деле Песня написана в 43-м году Написал ее Павел Шубин На музыку Исаака Любана Ну музыка была У этой музыки очень много есть разных вариантов Вот Ну просто песня Понимаете Есть Наши песни Для которых не нужно Микрофонов Усилителей Звукооператоров Яша спасибо вам Извините Это не к вам имеет отношение Еще раз аплодисменты Яша спасибо вам Для которых это просто песня И вот западная музыка Это мелодия Это искристая мелодия какая-то особенная Как это Битлз То есть голоса средние Но вместе это все потрясающе А наши Это вот крик души Это рубаха на груди И чтобы голос был И чтобы вот Знаете Чтобы слова заводили Там все песни про любовь Там аранжировка Плюс вот это все А у нас Особенно военные песни Потому что человек сидит Извините В Чечне Первый Первая Чечня Там люди ходили Там кормили всех сухим пайком Месяцами Они ходили Извините В туалет с отвертками Потому что ничего не вылезало И за что эти люди воевали За что За свою душу Которая их поднимала И вела туда Вот Вот так Вот Если бы этих людей не было Мы бы сейчас говорили на другом Наоборот Не было Наверное И вот одна из этих песен Сейчас я вам ее попытаюсь спеть Вместе с вами Вы ее знаете Конечно Это любимая песня Дмитрия Тимофеевича Язова Ветерана Великой Отечественной войны Он говорит Ярослав Шмидович Сколько было От Красной площади До передовой В октябре 41-го Он говорит Час 20 По тем дорогам На тех машинах Павел Шумин Волховская застольная Посвящается 70-летию снятия блокады Города Ленинграда Если когда-нибудь Вместе встречается Парочка старых друзей Все, что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Можно подпевать Все, что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Редко друзьям Встречаться приходится Но уж когда Долелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья Ленинградская Рядом сидит у стола Вспомним, как русская Сила солдатская Немца затихвин гнала Вспомним, как русская Сила солдатская Немца затихвин гнала Выпьем за тех Кто неделями долгими В мерзлых лежал В блиндажах Бился на лаване Дрался над волхами Не отступил ни на шаг Выпьем за тех Кто командовал ротами Кто замерзал на снегу Кто в Немград Пробирался болотами Горло ломая врагу Кто в Немград Пробирался болотами Горло ломая врагу Выпьем за тех Кто погиб под Синярина Тех, кто не сдался живьем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Встанем и чокнемся Кружками стоим и Братства друзей боевых Выпьем за мужество Павших героями Выпьем за встречу живы Выпьем за русскую Удаль текучую За богатырский народ Выпьем за армию Нашу могучую Выпьем за доблестный флот Хлопаем Выпьем за армию Нашу могучую Выпьем за доблестный флот Выпьем за доблестный флот Тихо, сейчас слушайте Внимательно Опять запах разжженый ваксы И по сусалам потекло Опять славянам англосаксы За бакс свой въехали в мурло Опять спасая свои баксы Нам саксы въехали в мурло Опять без внешней, без причины Как в том семнадцатом году Сдорили девки и мужчины И нанесли себе беду Опять славянские народы Кружат зимой свои дома И неизвестны кукловоды Зато и в муцех жгучий тьма Опять в стремлении их свободе Сломали стены, крышу, пол А в результате что выходит Народ замерз и боссы гол Тут черт естественно повинен За неприглядный жизневид Не зря кошмар на Украине Совпал с премьерой фильма Ви Тон монстры прежние восстали Кравчук и Ющенко с кучмой Вот жалко, что товарищ Сталин Путь не продолжил с ними свой Кличко сказал по-украински Ну что, ребята, полный страйк Эй, Ходорковский, эй, Явлинский Вам выходить уже пора Опять ударят сзади в спину Для нас беда, для них игра Горит, пылает Украина А мы на очереди, брат А мы на очереди Снова шарик пиндосом измятый И выдает кулаком между глаз Ну так что же, готовьтесь, ребята Будет следующий праздник у нас Пусть там где-то и трупы, и горе Это лирика, все бла-бла-бла Ничего тут личного ссори Только бизнес, такие дела Пусть различные единые плаги Есть законы, что ведет бытие Есть ли много зеленой бумаги Надо как-то пристроить ее Это дело ковалось годами Мишка Меньшина и Борька Алкаш Там на Тиевском нашем Майдане Битва века за доллар, за наш Ясно каждому, далее матом Чтобы нервы от взрыва спасти Чтобы вышли из кризиса штаты Надо землю всю в кризис ввести Чтобы прыгали мелкие блохи Славный доллар неся за душой Надо, чтобы везде было плохо Будет в штатах потом хорошо Да какие тут совести муки На виду содержание груз И ведь самая страшная штука Это наш возрожденный союз Так что брат по шкале пятибалльный Где-то возле четвертий уже Удальцов, Пусси Рает, Навальный Все готово по полной отжечь Дорогие друзья День защитника Отечества По нашему День Советской Армии Военно-Монского флота Несмотря на все наши старания Подходит к концу Осталось буквально два часа И двадцать две минуты Что я хочу вам сказать Главное достояние нашей страны Дорогие друзья, по нашему мнению Это наша боевая слава Это то, что находится В Центральном музее вооруженных сил Конечно, нефть и газ Это замечательные вещи Но мы считаем, что это не главное Это не самое главное Чем мы должны с вами гордиться И в той войне, которая против нас ведет Просвещенный Запад Он против нас всегда воевал Воюет и будет воевать Он нас не любит Он нас не понимает Не хочет нас понимать Как было 70 лет назад Когда у нас напали 25 государств Дружественная Болгария Дружественная Румыния Дружественная Венгрия Финляндия И так далее И так далее С населением 25 миллионов человек Почему мы выиграли? До сих пор я не понимаю Если честно Потому что чем больше считаешь Шестую Великой Отечественную войну Тем не менее непонятно Как страна, которая сама себя развалила В 1917 году Которой задача была Развязать Гражданскую войну В России Ее развязали Которая продолжалась 2 года И 20 миллионов русских людей Друг друга поубивали С упоением Спасло настолько то Что на Западе В это время занимались Окончанием Первой мировой войны Делили Германию Репарации И прочее И прочее Хотя вы помните Мировую историю Что если бы не Антон Иванович Леникин То город Сочи Принадлежал бы сейчас Грузинам Они туда просто Войска свои ввели Антон Иванович Пожаловал с англичанами Англичане Цихнули на грузин Грузинам войска Ну он еще туда послал Казачий полк Вот Но не важно Вот Поэтому Дорогие друзья Мы считаем Что праздник 23 февраля Это не только повод Выпить водки И покричать Что-нибудь такое От души А это Вместе с праздником 9 мая Вместе Со всеми остальными Нашими боевыми праздниками Является необходимой частью жизни Каждого нормального человека Который говорит на русском языке Потому что В той войне Которая продолжается В нашей стране Уже которую тысячу лет По официальной статистике Не было ни одного дня В мировой истории Чтобы где-то на земле После 9 мая 45-го года Не проходили войны И во всех этих войнах Участвовали наши с вами Соотечественники И они так это делали Что вот Вася Шнипов Мой друг Начальник артиллерии ВВДВ Который воевал Во всех войнах 79-го года В том числе Вместе с пиндосами В Косово Он говорит Что на боевое планирование Допускались Американцы Допускали только наших Все остальные Воюют теоретически А русские воюют На практике Они воюют Они болтают Вот Поэтому дорогие друзья Мы вас поздравляем С одним из главных праздников Нашего Отечества Настоящих праздников Сейчас у нас каждый день То Валентинов день То еще что-нибудь такое Вот Но на самом деле Настоящие праздники Которыми надо гордиться И передать свою гордость Детям и внукам Это 9 мая Это 23 февраля А хвост был сделан Из дыртодревесины Вот А у них было все сделано Из дырлюминия Дорогие друзья Но тем не менее Тем не менее Полуграмотный семинарист Кобот Жугашвили Победил войну У всей Объединенной Европы Потом перевели стрелки На товарища Гитлера Ну и так далее И так далее И так далее Сейчас происходит то же самое Поэтому я вас всех поздравляю С нашей победой в Олимпиаде Дорогие друзья Вот У нас там сколько 31 медаль получилась 33 Вот Я вас поздравляю Все таки Я вас поздравляю С этим праздником С нашим И искренне желаю Чтобы мы Гордились Нашей настоящей славой Женщины Мужчины Дети Старики Вот И приглашаю сюда 15 марта На концерт Игоря Николаевича Морозова Где будут настоящие песни Где будет встреча С настоящим человеком Который не кривляется по жизни А просто живет Красивой человеческой Жизнью Мы ощущали Это время Наличием своего быка И срок задач Стучался в теме И нам с тобой Дамы Алпинка Не позволяют запылиться Умением отыскать ответ И не давая усомниться В конечной цели Торжестве Твой путь ближайший Обозначен Как в темной комнате окно Ты должен выполнить задачу Без всяких если Или но Не важно С хохотом Ли с плачем В шинели Или без порток Твоя ближайшая задача От жизни Прожитой Итог И кандагарские Примучки И все приколы Введено Камчатские Сухие строчки И Тюратамское кино И Прохоровки От кромешной И Сталинградский Красный лед Судьбы моей Простые вешки Кто не служил Тот не поймет Ты безо всяких разговоров Коснулся Краешком стремян Где Ярослав И где Суворов И Скобелев И Баграмян Где каль Распитого Берлина И Свист Синайского Песка Где не показывают Спину Пусть даже смерть Стучит в висках Основа правильного чина Где тут дрова А где дрова Кто не служил Тот не мужчина Как сам себя не называй И пусть хихикают Ехина Когда на духом Просвистит Там ищут Где мужчину видно А ведь не там Где транс свистит Мои тревожные рассветы И в повседневной форме Жизнь Я буду вечно помнить это И вечно этим дорожить Покуда не засохли волны И наша вертится земля Давай, братан, с тобой пополны За 23 февраля За 23 февраля Аплодисменты Аплодисменты Мы высоких особо не знали идей Нам бы выжить А после напиться Только знают о нас Брат сегодня везде Этим тоже мы можем гордиться Этим тоже мы можем гордиться Нас особо не сильно Любила страна Черный хлеб Да побольше горчицы Но за вещи Где наши с тобой имена Она может Сегодня гордиться Что руками махать Мол, такие орлы Все не могут В рубашке родиться Мы удачи сполна Заплатили колым Мы теперь этим Можем гордиться Мы удачи сполна Заплатили колым Мы теперь этим Можем гордиться Мы теперь этим Можем гордиться Большое спасибо За то, что вы сегодня собрались Большое спасибо За то, что вы Три часа времени Подарили мне Вот И моему Замечательному творчеству На самом деле Пишется много Сейчас, слава Богу На самом деле Я могу сказать Что Стало больше Работы Именно вот На тему 25 лет вывода войск 23 февраля Это очень хорошо На самом деле Хотя с другой стороны Это не очень хорошо Потому что Это признаки Которые говорят Что Температура Возле нашей страны Стала повышаться Но Ничего ужасного Об этом нет Это наше Нормальное состояние Всех С праздником Дорогие друзья Всем Хорошего настроения Главное Качество Россиянина Это терпение И оптимизм Мы эти качества На этих самых Продолжение следует...